Вышли прогуляться. Ещё мусор. А это выглядит. Хорошо, ящики пустые. Но когда себя немного плохо, поэтому хорошо выбрасывать это. Меньше мусора. Всё, пошли гулять. Прогуляемся. Солнышко сегодня не так, как вчера. Низко да красно было. Сегодня повыше и поярче. Сейчас до заката далеко. Пять часов вышли. Скажем, днём пребывает долгота дня. Идём, идём, идём. Долгота дня пребывает. Сегодня день такой у меня беспризорный. Болтаюсь по квартире одна. Говорить не надо. Ничего. Наташа там по делам остаётся. То ли в кафе, то ли куда собрались. Они там... Владюша тоже не дома. Борщ у нас позавчерашний. Нормально. Три-четыре дня едим его. Кастрюля большая. Ой, я что-то сейчас не захотела больше. Так поела. Хлебушек чёрненький. Вкусный такой. С тем, с другим, с третьим. Чаем запила горяченьким. И всё пошла. Утром вареники ела. На обед Наташа ещё оставила вареничков немножечко. На борщик похлебала и варенички поела. Ну, вот как-то так. И вот я мотаюсь. С кухни в комнату, с комнаты в кухню. Там посижу, там посижу. Чё-то такое... И был халатом меня не стряпать. Не варить, не стряпать на кухне. Мне как-то не комфортно. О! А ты чё, пошли? Пошли, никого нет, пошли! Ко мне! Грета, ко мне! А раньше она слышала, пошли! Никого там нет, пошли ко мне иди! Ко мне, Грета! Никого нет, пошли! Пошли гулять! Гуляем! Гуляем! Кто-то хлопнул, что-то хлопнуло, она уже рванула. Ну, ёлки-палки. Вон же собаки бегают. Нет, она что-то хлопнула, я вот разговаривала. И уже побежала домой. Ну, ёлки-палки. Если ещё раз хлопнет, точно выжит. Ой, ну с ней не прогуляешься. Ой. Вот трусиха. Что ей дались эти звуки, не знаю. Ну, что-то же... Знаете, что-то в жизни такое было. Солнышко выглядывает как... Красиво. Вот. Я пойду, думаю, пройдусь хоть. Пошли, пошли, пошли гулять пойдём, пойдём гулять. Не беги никуда. Кто-то свистит, кто-то что-то делает. Ну, а уже всё. Сейчас мы барьер этот преодолеем. Пригорок этот. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Всё. Всё. А ну-ка там круг, круг вот так дадим. И всё. Да. Были бы внуки человек пять-шесть. Тогда бы, конечно, они меня умотали бы. Я бы успевала. Кому кашу, кому кисель. Кого помыть, кого спать уложить. Один внук, большой, двадцать четыре года. Уже вот будет в феврале. А внучечка, чё, хоть она и маленькая, но она одна у родителей. Они даже с рук не спускают. Это редко, когда уже совсем она приболеет, и им нельзя вольничную взять. На один денёк иногда привезут. Мы даже и привыкнуть друг к другу пока не могём из-за этого. Ну, понятное дело. Вот Бог тоже не всем даёт детей. Есть пары, которые вообще не имеют детей. Обои здоровые. По поликлиникам, по больницам по-разному ездят. Узнают. Всё у них хорошо. По здоровью. А детей не даёт Бог. Вот и рассуди. Верить, не верить. Ну, вот священники так объясняют. Когда приходят к ним люди и говорят, «Ну, как же так?» Мы хотим детей, а нам вот Бог не даёт их. Ну, священник спрашивает. Вы хотите детей? Да. А Бог знает, что вы хотите родить детей, но воспитывать не можете. Бог так понял их, что они не для воспитания такие пары. Они родят, да, то мамам, то папам отдают потом в садике и везде-везде, только не сами с ними. Так священник объясняет. Если пара здоровая, а детей нет, они вроде хотят родить, а Бог всё видит, как вроде бы, насквозь. И решает, что им не надо детей. Вот как-то так он объясняет. Он сердится, конечно, люди на дыбы. Как это так? Как это мы не будем воспитывать? Да мы самые-самые. А вот, может, так она и есть. Я знаю такую пару. Не дал им Бог детей. Ну, им тяжело, даже котёнка не могут. Только возьмут и опять кому-нибудь отдают. Ну, значит, Бог так решил, что им не надо бы детей. Я так сама себе иду, размышляю. Всё-таки молитва всё равно, говорят, творит чудеса. Особенно вот эти молитвы как-то вот договариваются в одно время молиться. Коллективная такая молитва. Тоже сила даёт. Вот как это убедиться, как это решиться, чтобы... Это ж не один год, не один месяц у некоторых уходит на это всё. Ну, наверное, получается. Не зря же это всё. Он даже Макарских взять. По сей день они почищаются, верят. По сей день они под Богом ходят. Сейчас всё делают только благодаря Богу Всевышнему, как говорится. Разные случаи бывают. Вот поэтому, наверное, там сверху всём виднее. Кому иметь детей, кому не иметь. Кому их 15 штук в нищете дарят. Как вот тут. Да, Бог создал людей себе подобных, как говорится. Но и наделил их людей свободой выбора. Чтобы каждый решал, что ему нужно. Как он поступит, это его воля. Это человек решил так. И никто не виноват. Ни вот тот виноват, тот... У меня вот потому такая жизнь, потому что тот виноват и тот виноват. Священники говорят, мы сами во всём виноваты. Мы выбираем сами. Выбор за нами. Когда говорят, я хочу замуж. А он спрашивается, точно замуж? Ну да, точно замуж. А мне кажется, что вы на муж. На муж хочешь, а не замуж. Сесть, говорит, мужу на голову вместо короны. Ну так смеялись вообще. Ну так вот и выходят. Скорей-скорей, чтобы благополучие, чтобы с семьи мамы уйти. Там что-то не так. Чтобы то, чтобы то. А потом начинаем. Я несчастная. Да, он такой сякой. Ну и тоже, наверное, от нас зависит от женщин. Как мы позволим к себе относиться, так к нам и относятся. Зовут замуж, надо сначала смотреть. Будешь ты замужем, как за каменной стеной. Или пытаться вскарабкаться к нему на горбушку. Хе-хе-хе-хе. На мужа. Не замуж, а на муж. На муж, где уж там уж. Не в терпёж. Ой, какая красивенькая. Там аж несколько стволов. Всё, не надо никого винить. Все должны отвечать за своё замужество, за воспитание детей, за то, что случилось вокруг тебя на работе. Или там в быту где-то. Мы сами неправильно себя ведём. Такой результат у нас. За муж на муж. Это ж все знают. Только все начинают искать крайнего. То мама не так воспитала. То папа не такой был. А то, что сами не думаем, когда в большую жизнь выходим, то значит ничего. Это всё равно все виноваты. Ну, все виноваты, кроме нас. Да, Чернушка? А, Чернуха? Ты Чернуха? Пошли, Грета, куда ты летишь? Не, мы отсюда пойдём. Кружочек дадим здесь. Там короткий кружок, а здесь подлиннее. Пошли сюда. Вот как-то. Надо, конечно, молитвы учить. И хотя бы для себя. Просто для себя. Чтобы никто не видел, никто не слышал, что-то бы почитать. Самое, наверное, главное, нельзя людей обижать. Наверное, самое главное это. И понимаем очень поздно, уже в пенсионном возрасте. Какое-то благосклоние уже к этому. Какие-то благосклонные какие-то мы уже потом получаемся. Нас уже ничего не раздражает. Нам уже всех жалко. Мы какие-то вот делаемся другие. Ну, тоже, наверное, сорт людей. Некоторые, наоборот, к старости, молодости вроде были. Уж такие добренькие, весёленькие. К старости бывают, наоборот, озлобленные. Тоже, наверное, разные категории людей. Ой, как она красиво сидит. Смотри, как-то села возле блёски и караулит. Это же Чернушка. Чернушка! Никогда не отзывается. Здесь мы летом сидим, отдыхаем. Всё, вот это вот будет листья, листья, листья. Тогда ничего не видно будет. Ой, какое небо голубое. Мы не сторонники разбоя. Так что мне сегодня навеяло от того, что ничем не занималась. Как-то я прониклась такими случаями в жизни у людей, что подтверждает лишний раз. Не вредно бы прочитать какую-нибудь молитву. Хотя бы Отче наш. Потому что это всё имеет место быть, как говорится. Всё, что-то в этом мире делается такое, что объясняет нам. Не шалите. Не хитрите. Не старайтесь кого-то обмануть. Даже саму себя. Я вот слышу в видео уже. Люди жалуются. На свои судьбы. Можете себе разобраться. Кто может в этом помочь? Ну, кто? Только на нас возлагать вот этот вот негатив. Какой у меня муж плохой. И не уходят. Почему? Знаете, какой был анекдот? Сестра приходит к брату и говорит. Брат, ну уже не знаю. Такой у меня пьяница. Такой гуляка. Такой нехороший. Убила бы его. Не жизнь, а каторга. А он говорит. Так уйди от него. Разведись. Она говорит. Ага. Этого-то я знаю, какой он. А какой следующий будет, не буду знать. Она не задумывается, что вообще не замужем. Еще кого-то найдет. И вот все норовят пристроиться. Но чтобы за это ничего не заплатить. Вот так вот рассудила сегодня. У меня было время подумать. Родить детей это еще тоже счастье. Но из этого ребенка надо как-то умудриться, чтобы он был человеком вырос. Чтобы никому от него горя не было. Он был не трусливый. Не прятал голову в песок. Не прятался за маминой юбкой. Это очень трудно. А материнская любовь, она так портит, особенно сыновей, что диву даешься, в кого превращаются эти, в кавычках, мужчины. Да, говорят, сейчас же все перевернулось ног на голову. Ну, все говорят, все, ведь мы окружающими смотрим и же видим, что женщины полностью в мужской одежде, а мужчины чуть ли не каблуки одевают. Ну, говорят, даже если бороды не носят, а чисто бреют лица, тоже женоподобные. Я с этим вроде как не согласна, не всем охота с бородой ходить. Ну, не знаю. Заставляют детей, заставляют и туда, и сюда, и все кружки, и все языки, и куда только они запихивают бедных детей. Ну, возможно, это хорошо в наше время, потому что сейчас во двор выйдешь там, наберешься чего-нибудь негативного от других детишек, если они все... Я не знаю, нас мама очень боялась, что Володя вот свяжется там с парнями, которые, ну, неблагополучных семей. Она всегда с ним разговаривала, говорю, Володя, так вот, ты посмотри пример, вот тот посмотри пример, тот уже в тюрьме сидит. Ты смотри, сынок, всегда разговаривала. Я знаю один случай, богатый человек все говорил, чтобы сын у него выучился, ну, как мы все говорим. А сын сказал, поучился там два или три года и сказал, отец, я не хочу, я хочу пойти работать. Ну, мудрый папаня сказал, ну, иди, работай, зарабатывай. У меня, говорит, цель, мне интересно, мне надо что-то заработать, чтобы я все имел. А когда это я выучусь, когда это будет, да еще будет ли у меня работа такая. А сейчас вроде как где-то такое ему, что такая работа будет, чуть ли не миллионы на него сыпаться будут. Ну, иди сказал, отец. И вот прошло два года, и этот парень достиг всего. Это на самом деле, это не сказка и не былька. Ой, это былька, а не сказка. И это невыдуманная история. Вот, солнышко зашло. А через два года у него все. Иномарки всякие, квартиры, машины. Все у него есть, он еще молодой, у него уже все есть и полно денег. Я вот удивилась, что ж там за работа. Ну, и он какой-то сидит в этом своем, в своих апартаментах, невеселый такой, голову опустил и звонит отцу. Отец, приезжай ко мне, хочу с тобой поговорить. Ну, отец прилетает к нему. Что случилось? Он говорит, сынок-то, я не знаю, как мне дальше жить. Мне неинтересно. Мне вообще ничего сейчас неинтересно. Цель достигнута. Все, что он хотел, он получил. Мне говорит, что теперь? Или повеситься, или в окно выпрыгнуть. Мне говорит, что теперь делать? Представляете, вот и так бывает. Не всегда, когда достаток такой. Я вот смотрю, ролики же тоже, все же рассказывают. Как бы они там не строили свой сценарий, свою картинку домашнюю с домочадцами. Иногда проскальзывает, что деньги, деньги, деньги. Деньги, вот у меня бы было, вот я бы поехала туда, чтобы у меня было все. Только вот об этом разговор. Деньги, деньги, деньги. Ну, вы знаете, сказка такая была, помните? Копытцем-то, серебряная копытца, что ли? Еще, еще, еще. Копытцем она била, била. Это... Козочка или кто там. И засыпала это богача золотом, и он там задохся. В этой куче золота. Ну вот. Знаете, я размышляю, что одного к другому. Родить-то родить, а бог может подаст. Ну как, что из человека... Из ребенка какого человека сделает? Сделают родители. Валят на школу, валят там на детский сад. Нет. Это все делают родители. Вот смотришь, ребенок ругнул сама там, маленький, 3-4 годика. Начинаешь спрашивать родителей, а где это он такой? Это он в садике. Это он... И все так отвечают. Это он в садике. Ну а в садик-то кто водит? Родители ж водят детей из дома. Они ж не с заключения пришли в садик. И никто не сознается, что дома-то они тоже ругаются матом. И не замечают, что ребенок смотрит и впитывает. И повторяет. И знает, что это... Неправильно. У ворона летит и как собака лает. У ворона полетела и как собака лает. Гав, 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 вот так. У ворона так. Ага, надо же. Подражает гавканье. Вот и задумаешься. Дети сейчас на руках носят до 4 лет. Другой раз говорят. Ой, родители такие не следят. Вот поэтому такие дети. А когда родители на руках таскают чуть не до школы. Все желания выполняют. Вообще неизвестно кто вырастет. А потом начинают к психологам ходить. Ну это уже там крутяшки. А в быту такие обыкновенные-то люди. Не знаем, почему такой вырос. Не знаем. Не знаем. Ну а кто кроме нас будет знать, почему у нас такие, допустим, дети? Ну кто? Мы должны знать. Не знаем. Двигаемся на Тритополя. Я их называю Тритополем на Плющихе. На это я назад повернулась, откуда идем. Ох, какой закат. Такая волна прям. Сопок. Скрипит так, как снег громко. Надо же. Такое расстояние от телефона. Метр пятьдесят приблизительно. Пока хорошо слышно. И слышно нам не рокот Космодрома. Не это лилиная тадарам. А снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Трава. А у нас сейчас все бело. Летом будет зеленая трава. Ле-лаляй. Турелому Beef. Турелую. Турелув. Ля-ля-ля. Ла-ля-ляй-ляй. Сегодня опять гуляем, Наташа. Наташа, мы сегодня гуляем. Опять. Сегодня немножко мы переписались с хорошей знакомой, проработали вместе, учились когда-то вместе два года. По жизни помогли мне. Поговорили сегодня ватсап. Тут одно время ватсап забарахлил, и прямо такая безысходность навалилась. Думаем, ну, если ватсапа не будет, как мы жить будем? До того привыкли уже. А то там по ВПМ это подключать, что-то там говорили, нас стращали. Как это всё? Это всё платное. Что, зовёшь меня туда? Ты-то хитрая, ты-то пройдёшь, а я как? А, она зовёт меня куда? Я даже до трёх тополей. Ну, вот они наши, Тритополь. Тритополь, она Комсомольский. Не на Плющихе. А там посёлок Дружба. Ну, зовёт. Пойдём. Смотрим, куда она мне так оглядывается ещё. Зовёт. Ой, тут одни собачьи следы. И то вот топтали. Можно пройти. Провалиться бы только опять. Ох, берёзка тут наклонилась. Берёзка. Вот чё я полезла. Вот чё спрашивается? Места, что ли, нет гулять? Навалом. Нет, надо сюда. Видите, была ключа проволока. Тот не поленился. Отстегнул её, перекусил. Может, себе забирали. Да нет, вот она вся лежит тут. Вот она. Перекусили и сделали сюда проход. Хлебушек. Как вроде хлебушек. Пшеница. Ну, тут возвышенность тоже неплохая. Вот так высоко. О, уже пошла. Пошла везде всё. По всем зданиям. Прыгать. Приваливаюсь, дёргается. Да, тут возвышенность тоже хорошая. Вот туда, оттуда. Мы прошли, блядь, а назад так же идти. Здесь я не знаю как. Да гаражи были. Тут танки стояли. Никто не ходил. Одна я здесь. Видишь как? Вот такая высота. Вот первая я иду. По целине. Хоть бы тут нигде не было ямы. Ой. Видите, как высоко я залезла. Вот. Всё с высоко видно. Там птичник. Высоко боюсь к краю подойти. Тут такая высота двухэтажного дома. Боюсь. Снегом засыпано. Ни ямки, ничего не видно. Поэтому, наверное, не пойду. Грета, что там застыло? Вот любит она по этим заборошкам бегать. Пойдём. Смотри, только шаги. Никого больше не было. Ну, туда чё, так по бездорожью неохота идти. Тут даже собачьей нет тропинки. Ну, Грета сюда заскочила. Боже. Драк Господний. Чё здесь делать? Я боюсь развалена. Развалины не нравятся. Я не люблю. Негатив какой-то. Чё, догонала? Пошли домой. Провела она мне. Я бы не знала, что здесь можно пройти. Я бы и не знала. Пошли скорей. Пошли, пошли. Быстро ты не пойдёшь. В сторону только оступишься и по колено. Снегу. Пошли. Вот на ту ещё сопку можно тоже зайти. Тоже повыше. Мы уже посмотрели сверху. Что не пойдём больше. Уже темнеет. Пока дойдём до дома, будет 6 часов. Веточки мешают. Хорошо, что очки глаза хоть не выбьют. Если чё. Опять полетела куда-то. Говорят, у тебя ножки не замёрзли? Ты же босичком. Пошли. Пошли. Тут где-то вода была, где-то она тут кубыркалась. Пошли домой. Сейчас в лицо ветер будет. Ветерок поднялся. Ой, ну ворона летит. И гав, гав, гав. Ничего себе. Тут же собак много. Она копирует собак. Я думаю, где собака? Нигде нет. Это ворона. А мне Наташа вперёд ещё говорила. Мама ворона говорит, как собаки гавкают иногда. Не, пойдём назад уже. Всё. Говорят, а назад. Пошли домой. Всё. Пойдём мы. Уже даже похолодало. А то, когда солнышко было, так и ничего было. А сейчас солнышко спряталось. И похолодало. Сразу, сразу ощутимо. Всё, вон за горами она спряталась. Нету. Всё, пошли домой. Куда, куда? Домой, домой, домой. Грета, домой. Домой. Ты чё? Сейчас быстро пойдём, поэтому... Пока-пока.